Сторонники оппозиционной партии ШОР пикетировали в среду здание антикоррупционной прокуратуры Молдовы. Демонстранты требовали отставки главы ведомства Вероники Драголин. Митинг проходил в рамках бессрочной акции протеста, которую партия ШОР проводит с 18 сентября. Собравшиеся у здания антикоррупционной прокуратуры сторонники партии ШОР требовали отставки не только Вероники Драголин, главы антикоррупционной прокуратуры, но и всего руководства страны. Как заявил один из лидеров протеста, председателя Аргеевского района Дину Цуркан, власти дискредитировали понятие «справедливое правосудие», а коррупционные схемы не были ликвидированы. По его словам, вместо борьбы с преступностью правоохранительные органы преследуют оппозицию. Также Цуркан заявил, что протестующий требует отставки Драгалин, еще и потому, что ее имя фигурирует в переписке министра юстиции Сергея Литвиненко, опубликованной после взлома его аккаунта. Из нее исходит, что Литвиненко якобы лоббировал ее избрание на эту должность. Напомним, 9 ноября были взломаны телеграм-каналы президента Молдовы Майя Санду и вице-премьера Андрея Спыну и ряда высокопоставленных лиц. В результате этих кибератак были опубликованы фрагменты якобы с частных разговоров и переписок чиновников, в том числе министра юстиции Сергея Литвиненко, среди прочих касающихся организации конкурса на должность руководителя прокуратуры по борьбе с коррупцией. В администрации президента подтвердили факт взлома аккаунта главы государства, а также заявили, что обнародованные сообщения являются ложными. Премьер-министр Наталья Гаврилицына в заседании правительства 9 ноября заявила, что ожидала подобных фейков и обратила внимание, что вбросы совпали с тем днем, когда министр юстиции пришел на заседание Кабмина с обращением в Конституционный суд о признании партии Шор вне закона. 11 ноября Литвиненко подтвердил факт взлома своего аккаунта в Телеграм, но заявил, что некоторые сообщения были сфабрикованы и вырваны из контекста. Также появилась в публичном пространстве якобы личная переписка советника президента Майя Санду Дарина Ричана. В администрации главы государства заявили, что, как и в предыдущих ситуациях, эта переписка сфабрикована. В эфире Евроньюз Румыния глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Вероника Драголин заявила, что не будет комментировать информацию, которая появилась в публичном пространстве в результате очень серьезного преступления, вмешательства в личную жизнь. По факту взлома аккаунта введется расследование. Проверить достоверность опубликованных фрагментов переписки не представляется возможным. Что касается требований протестующих от ставки руководства страны, премьер-министра Наталья Гаврилицы заявила, что недовольство людей понятно, но им, по ее словам, необходимо набраться терпения. Вот как она на своей странице в социальной сети прокомментировала акции протеста, продолжающиеся в столице уже почти два месяца. Это не протест, это не реализация гражданского права. Это элемент гибридной войны против страны, людей и конституционного строя. Я очень хорошо понимаю разочарование тех, кто хочет реформирование системы правосудия как можно быстрее. И я хочу вам сказать, что мы хотим этого точно так же. Пожалуйста, давайте наберемся терпения.